Как проверить вашу совместимость с партнером? На самом деле кто-то может быть экстраверт, кто-то интроверт, кто-то открытый, закрытый, то есть разные по темпераменту люди могут создавать счастливые семьи. Так в чем же секрет? В чем же совместимость? И я определила три категории совместимости, и вы можете понять и проверить, совместимы ли вы с вашим партнером. Но прежде чем я об этом расскажу, я бы хотела совершенно бесплатно предложить вам вступить в мое вайвер-сообщество, либо в группу в WhatsApp. Вам это даст возможность совершенно бесплатно получать от меня информацию по психологии мужчин и женщин, по снам, тайным знакам и много-много другого, что позволит вам создать счастливые отношения. Внизу под этим видео есть ссылочки на вайвер-сообщество и на группу в WhatsApp. Итак, первая категория совместимости – это интеллектуальный уровень совместимости. То есть, например, у вас высшее образование, а у вашего партнера 11 классов. И здесь уже понимаем, насколько вы далеко интеллектуально друг о друг. В первые месяцы, возможно, будет все идеально, вы не будете абсолютно замечать этой разницы. Но потом, когда вот эта страсть утихнет, чувство влюбленности немножечко тоже утихнет, и розовые очки вы снимете, и вы уже понимаете, что вы не знаете, о чем говорить. Ну, например, о чем может разговаривать адвокат с сантехником или директор с уборщицей. Да, вот, ну, слишком разница большая, слишком очень большой разрыв. Вторая категория совместимости – это культурные ценности. Например, вы любите ходить в оперу, в театр, а ваш любимый мужчина, либо ваш муж любит смотреть Инстаграм с обнаженными девочками, любит пить пиво с друзьями, материться, например, да, уже вы понимаете, что на этой почве будут ссоры. Например, вы будете требовать от вашего партнера невозможного, вы будете думать, ну, как это он так может? Ну, потому что ваши культурные ценности разнятся. Это все равно, что требовать, например, я потребую от вас сделать на льду тройной тулуп. Вы его сделаете – нет, потому что вы этому не обучались. Так и ваш партнер, у него совершенно другие культурные ценности. И мы приблизились к третьей категории – это уровень материальных ожиданий. Например, вы предполагали, что если выйдете замуж, то вам муж купит домик в Испании. Он этого не сделал, и все, у вас уже начинаете его пилить. И, кстати, много ссор, между прочим, много разводов случится именно на финансовой сфере. Как-то вы ожидали одно, получили другое. И, конечно, хорошо, если вы думали, там, ожидали меньше, вы получили больше. Больше – это, конечно, да, это значит, что ваш уровень материальных ожиданий превзошел. И будьте внимательны при выборе партнера, потому что, как говорится, жить с человеком. Любовь, она проходит. Остается привязанность, остается чувство уважения, остается такое, знаете, любовь такая более спокойная. Да, вот мне, конечно, сказала «любовь уходит», а мне как-то не нравится это выражение. Наверное, вот острота любви, вот сама вот эта острота, перчинка, она проходит. А чувство любви, если эта любовь настоящая, она остается. И представляете, какое мучение для людей, если у них совершенно разное восприятие в интеллектуальной сфере, в культурной, в материальных ожиданиях. И тогда начинаются просто военные действия в семье. Знаете, что счастливый брак – это не количество детей, это не сексуальная совместимость, это счастливое состояние, над которым обязательно нужно работать. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, ваша Наташа. Субтитры создавал DimaTorzok